Девятнадцатого сентября 1991 года Республика Беларусь стала независимым государством. Беларусы, рожденные в этот знаковый период, взрослели и развивались вместе с целой страной. Их судьбы – отражение трех десятилетий достижений, побед и открытий. Сегодня мы расскажем о выдающихся ровесниках молодой Беларуси, живущих в Гродненской области. Ручка за голову идет! Рука за голову! Добрый день, меня зовут Шапель Павел. Я являюсь директором Берестовицкой из Дюшор. Сейчас мы находимся в зале борьбы в городском поселке Большая Перестовица. Спорт – это дисциплина, сила духа и неукротимая энергия. Связать свою жизнь с этим занятием хотят многие, но выдающихся результатов добиваются единицы. Павел Шапель не испугался сложностей и прошел долгий путь от начинающего спортсмена до директора специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Сейчас он развивает вольную борьбу в Большой Перестовице. И многочисленные достижения юных воспитанников – доказательство эффективности его работы. Родился в городском поселке Порзово, Севислический район Гродинской области, 28 октября 1991 года. Там же заканчивал школу Порзовскую среднюю. Последние полгода учился в деревне Гринках, бабушка. Пришлось переехать. С малых лет спорт отец завел на настольный теннис. У нас хороший тренер был, в Порзово преподавал. Ну а с этого все и началось, и пошли школьные соревнования. Очень ранний возраст. Все ровесники, все на улице бегают, все довольны. От себя заставляют после школы идешь куда-то туда, где тебе говорят, что делать. Поначалу не нравилось вообще, я не хотел, но родители заставляли. Прошел год, мне понравилось. Было весело, интересно, тяжело. Как все тренера, я их теперь очень прекрасно понимаю. Занимался, наверное, лет 7 настольным теннисом. Потом мне захотелось еще что-то попробовать. Ну, были тренировки по волейболу. Нравилось волейболу, но приходилось и не только волейбол, и баскетбол. Делал всем чем угодно. Но потом к нам в Порозово приехал тренер Цунин Михаил Михайлович. И он преподавал вольную борьбу. Ну и как всем хотелось. У меня хватило на одно занятие. Я понял, что единоборство это не мое. Но вольная борьба. Получилось так, что играет большую роль сейчас в моих жизнях. После 11 классов поступил в Гронинский гуманитарный колледж в 2009 году. Закончил колледж отделения физической культуры и высшее образование в Брестской государственной университете имени Александра Сергеевича. В факультет физического воспитания. В 2016 году окончил. Несмотря на то, что я уже половину программы прошел в колледже. Но много-много полезного. И сейчас это очень прекрасно используется в работе. Ты понимаешь, что не зря ты получаешь высшее образование. По распределению попал в Большую Брестовицу. Попал тренером по спорту. Работал два года. Затем перевелся на инструктора-методиста. Но продолжал работать. Часы были у меня. Работал с детьми. Ты уже работаешь. Ты самостоятельный. Ты уже взрослый. Страшно. Страшно. Новые люди. Во-первых, и намного старше тебя. Есть кто-то младше. Но уже давно работает. Я пришел в физкультурно-здравительный центр. Директором был Фолькович тогда. Мне, наверное, повезло. Повезло, потому что они как маленькая семья, в которую себя приняли и помогали. Ну, календарь. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Речи, я кушаю. С 20-го года работаю на то время директором Берестовицкой детско-юношеской школы. Это мы уже недавно получили звание специализированная школа Олимпийского резерва. В мои обязанности входит организация работы тренеров-преподавателей, также контроль право-анимативные документы. Опять же, отвечаю за наши показатели, за выполнение всех видов работ, за отчетность. Всего наш коллектив в ходе шесть тренеров-преподавателей и один седьмой пришел недавно с совместителем. Занятия проходят у нас не только в Большой Берестовице, но еще в населенных пунктах пограничной, Старый Дворец, Олегшице и Малая Берестовица. Всего у нас занимается 167 спортсменов-учащихся. Это 19 групп, начиная от МП первого года, это группа начальной подготовки, до учебно-тренировочных групп четвертого года обучения. Самая старшая у нас 10-й, 11-й класс. Ну, они выпускники, они выпускаются и с нашей спортивной школы, и с общеобразовательной. Но самые маленькие – это третий класс. Максимальное число детей – это 14 человек в МП первого года начальной подготовки. Сначала тренер учит их азам, как правильно себя вести, потому что это очень важное, ключевое направление на борцовском ковре – правильность. Ты можешь быть злым каким угодно, но ты должен быть всегда вежливым к себе и к своему сопернику. Вот это самое главное у нас тренера учит. Затем идут уже специальные упражнения, подводящие к приемам. Давай, 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 давай. Помимо учебно-тренировочного процесса мы также посещаем с нашими спортсменами учащимися аквапарки, бассейны, разные экскурсии проводим. Самая главная, наверное, наша победа – это победа Соловья Дениса. На Европе У-23 он стал третьим, привез нам европейскую медаль. Благодаря этому мы стали в 2020 году специализированной школой Олимпийского резерва. Это очень престижно для нас, потому что у нас всегда есть и чемпионы, и призеры республиканского первенства, чемпионатов. Наши спортсмены всегда входят в команду области, всегда есть медали. У нас 12 членов национальной сборной команды Республики Беларусь. У нас три девочки, которые тоже в списочный состав сборной команды входят. Для нас это результат, для нас показатель. Также главный показатель, что начиная с 2015 года наша школа всегда на нашей Спартакеаде, в Резах. Нашу маленькую спортивную школу знает вся республика. Район нам очень сильно помогает. В этом году семь наших воспитанников получают стипендию от района. Мы и так поддерживаем наших спортсменов, и это толчок для них, что не просто так они поддерживают наш район, выступают за наш район. Это стимул бороться дальше. 28 октября Павел Шапель отпразднует 32-летие. Полученные к этому возрасту дипломы и медали – лишь часть его достижений. Намного важнее то влияние, которое наказывает на подрастающее поколение берестовицких спортсменов. Хотелось, чтобы мы еще громче прозвучали. Хотелось, чтобы наши спортсмены всегда, они всегда входят в национальные команды, чтобы чем больше наших было, чтобы мы наконец-то поехали на Олимпиаду, и был там наш воспитанник именно с берестовицей, потому что нам очень всему району хочется, чтобы у нас была олимпийская медаль. Мы находимся в государственном учреждении образования Берестовицкая детская школа искусств. Я Татьяна Кулик, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель сольфеджио и хоровых дисциплин. Муза приходит далеко не к каждому, но тот, кто нашел вдохновение в искусстве, уже не сможет жить без него. Татьяна Кулик еще в раннем детстве решила связать свою жизнь с музыкой и ради сцены поборола собственные недостатки и страхи. В 10 лет она пришла в Берестовицкую детскую школу искусств как ученик, а в 20 стала там же преподавать. Сейчас на глазах Татьяны подрастают новые звездочки, которым она помогает сиять. Родилась в обычной среднестатистической белорусской семье. Мама была начальником почтового отделения, папа всю жизнь до сих пор водитель. Сюда попала в четвертом классе средней школы, то есть мне было где-то 10 лет. Это было мое горячее желание. Я просила маму день и ночь, обещала учиться хорошо и до конца. Ну и, собственно, пришла сюда в первый класс на инструмент баян. Попала в класс Гадануси Станислава Небарташевич. Ну и, собственно, все учителя, кто сейчас здесь есть, теперь они мои коллеги, а раньше это были все мои учителя. Мне все нравилось. Мне нравилось учиться, мне было интересно на занятиях. Я не скажу, что у меня все получалось. Нет, я как раз была таким среднестатистическим ребенком со своими проблемами, с проблемами со слухом, с отсутствием координации абсолютно. Вот я и гудела в хоре, там где-то сидя на заднем ряду. Я давала бас, который не прописан композиторам. Но учителя справляли со мной, слава богу, что им хватило терпения и сил довести меня. Но потом как-то все пошло, пошло. В меня очень верили всегда учителя, меня во всем поддерживали. Баян очень нравился, конечно, как инструмент, но все-таки петь я любила больше. Я пела в хоре Кампанели, который сейчас уже мой хор, у Жанны Бернардовны Жих. Так она меня подожгла во мне огонь, что я решила, что я стану хоровиком. Сильная доля, выпуклая, пожалуйста, мне крещенда. Спасибо, сапрадотория. Ирина Андреевна Серебрякова готовила моё поступление. Вот она, собственно, сделала из меня то, что я ей сейчас. Отправила меня в колледж музыкальный. В колледже музыкальным я занималась у Марины Марковны Петуховой. По классу хоровое дирижирование, академический хор. Марина Марковна, собственно, дала мне путёвку в жизнь. После колледжа я отработала год в Левле, вышла замуж, хотела уйти в декрет. Я родила ребёночка, но меня встретила на улице директор, бывшая Ирина Александровна Байер, на улице говорит, а что ты будешь дома скучать? Ну, приходи к нам на полставки, ну, хотят, ну, хоть на полставки. Ну, конечно. И, в общем, ну, меня поддержал муж, семья, мама мне очень здорово помогла. И я ни дня не была в декретном отпуске положенном. Я пошла на работу. Всё. И так отсюда никто меня уже не выгонит. В общем, тут я уже и останусь. Тише, тише, тише на осень, осень на плечах. Когда я вернулась сюда учителем, это было, во-первых, безумно ответственно. Потому что всегда я знала, что вот там по коридору ходят мои учителя. И если я где-то допущу какую-то ошибку, ну, как я подведу, в первую очередь, их? Ведь это они меня выпустили в мир, в свет, они мне дали профессию, они, наверное, что-то от меня ждут. Но всегда наша школа была в области одной из самых лучших. У нас всегда были выпускники замечательные. Все наши духовики особенно, все учатся в академии. Вот, поэтому мне было стыдно подвезти учителей. Я готовилась к урокам, где-то в перерывах между кормлением ребёнка, мытьём посуды я писала уроки, я готовилась, я читала, я смотрела, я боялась подвести своих учителей в первую очередь. Сейчас я уже полгода как заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Я сразу скажу, что, честно, я не хотела занимать такую должность и карьерного роста в этом направлении я не предвидела. Но так сложились обстоятельства, поэтому сейчас я занимаюсь учебной документацией, воспитательной работой, решаю какие-то организационные моменты. В школе искусств через мои руки проходят все. От первоклашек, даже от подготовительной группы до выпускников. Я веду сальфеджио во всех классах, я веду хор и веду вокал. Маленькие дети приходят со мной, только начинают учиться, но в хоре Компанели у нас уже поют взрослые старшеклассницы и старшеклассники уже до выпускного класса. Хор Компанели, в котором я сейчас руководитель, когда-то я начинала в нем петь, и, собственно, мои первые вокальные шаги именно в хоре Компанели состоялись. Существует с 1987 года. Создала его и долгое очень время руководила Жанна Бернардовна Жих. С 2014 года руковожу хором «Я». В 1999 году хор получил звание «Образцовый». Наш хор имеет направленность академического пения, но если бы мы пели только серьезные академические произведения, композиторов, классиков, наверное, наш хор бы просто не смог существовать, и детям было бы неинтересно, их здесь было бы не оставить. Поэтому мы поем все. Мы поем обработки народных песен, очень много поем белорусских авторов произведений, мы поем капельные произведения без сопровождения, что очень сложно. Все, кто хоровики, меня поймут, особенно в хоре, который маленький, районный. Мы выступаем на всех районных мероприятиях, на различных акциях областных, республиканских. Вот в прошлом году у нас прям был очень насыщенный год. Мы участвовали в республиканской акции, снимали видео, споем «День победы вместе». Любимое занятие – это где-то сниматься, в чем-то участвовать. День победы Как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек. Были версты, а в горелые пыли Этот день мы приближали, как могли. Это день победы Городам права Это праздник Сиди моря на лесках Это радость Со слезами на глазах Около 10 лет я являюсь руководителем Народной женской вокальной группы «Кансона». Эта группа создавалась тоже с Жанной Бернардовной Джих. В нее входили раньше только учителя школы искусств. И когда я пришла, я только пела в ней. А потом Ирина Александровна Байер говорит «Ну, давай-ка, руководи своими учителями». И я была, ну, удивлена, у меня тряслись коленки. Я готовилась к репетициям, я подбирала программу. Ну, учителя, как я буду что-то говорить? Потому что нужно делать замечания в процессе работы. «Кансона» «Кансона» стала лауреатом второй степени в 2020 году в международном конкурсе «Дигиталент». Он проходил в Польше. Мы туда отправляли свое видео. А хор «Кампанели» стал лауреатом первой степени в этом же конкурсе. Хор «Кампанели» в 2020 году стал лауреатом третьей степени в международном конкурсе «Звучит Москва». Тоже конкурс очень серьезный. И мы были очень рады. А еще нам дали специальный диплом за лучшее исполнение патриотической песни. 4 января Татьяне Кулик исполнится 32 года. И ей есть чем гордиться. Говоря о семье, она с любовью вспоминает не только мужа и дочь, но и десятки учеников, за которых искренне переживает и болеет. Если говорить о целях, каждый день они меняются. Меняется жизнь, меняются цели. Но они всегда связаны с музыкой. Всегда связаны с детьми. Мои цели, достижения – это все мои ученики. У меня есть две ученицы, с которыми мы за свои, скажем так, заслуги, за участие в конкурсах, за победы многочисленные Мы подали пакет документов на материальную помощь в фонде президента по поддержке талантливой молодежи. Вот мы в данный момент ожидаем пока результатов. Но я надеюсь, все сбудется, все случится. Субтитры подогнал «Симон»